Я даже не буду ногти портить. Правильно, правильно. А я больше не буду сегодня работать. Я не могу сегодня больше. Я уже сегодня на ужин заработал. Привет всем! Вот так используют рабов в Америке. В общем, мы решили сделать огород. Вернее, я решила. Я решила, а он копает. Ну, я это и хотела сказать. Я решила, а он копать должен, да? Типа того. Пытаются жрать хотят. Они голодные с утра до вечера ходят. Им все время жрать хочется. Они садят вечером рис. Пришел управляющий спрашивает. Как вы жрете? Да хорошо все, говорит. А как урожай? Да урожай тоже хороший. Вечером рис закапываем, а утром выкатываем. А что так быстро растет? Нет, очень кушать хочется. Скажи, я тебе классно на огороде помогаю? Ну да, ты косить траву умеешь. Даже у тебя есть видео, как ты косишь траву. Сейчас я тебе сделаю видео, как ты перекапываешь огород. Мы сделаем где фотографии, когда я начал, и когда закончу, и получится, что ты все сделал. Будет классно, да? Я потом напишу, что тут. Уля, нам красивым бабам с красивыми ногами. Пять минут работы, и все готово. Все. Скажи, как я тебе мозги выедала за этот огород. Каждый день. Еще кричит, ногой топает, кричит. Сначала привези земли и рассады, потом будем копать огород. А я говорю, наоборот, сначала надо перекопать, а потом думать, сколько росады купить и сколько земли купить. И все равно не слушается. Коза есть коза. Оба фамилия у нее такая. Козликова. Я Козлик. Ну, от слова Козлик, да. Стемнеет, да? Чего ты не копаешь? Ты же сказала, будешь помогать. Я тебе сказал, дам маленькую лопатку, чтобы ты хоть три одуванчика выкопала. Нет, Вова, ты тут сидишь и разговариваешь, иди копай. Правильно, бездельные мешки таскать. Вова, я это запикаю, я это на YouTube выставлю. Выбирай выражение. Ну, ты потом сделаешь и этот самый, прям в такой. Ну, да. Отпечатаешь, что я сказал. Вот не делай мне лишней работы. Ой, ты любишь этим заниматься. У тебя как, ты не с глузды съехала, нет? Ты уже украинскую мову разговариваешь. Ты с глузды съехала. Владимир, просто нужно сосредоточиться. Ну, да, сейчас пять минут и все закончу. Сейчас включу в попе моторчик. И пари. Как снегоуборочная машина. Бери больше, кидай дальше через голову на задний двор, да? На траву туда. Все, Светка, все, я пошел работать, все. Выключай свое видео. Если я что-то убачу, я буду ковыряться. Если я не убачу, я пойду назад уже в дом. Сколько норма? Полтора квадратных метра. Завтра должна сделать свою норму. Я сегодня свою норму сделал, а ты должна завтра сделать. Нет, Вова, мы так не договаривались. Мы договаривались, да. Нет. Хочешь, чтобы я купил тебе земли и рассады, надо поработать. Я так не буду. За бесплатно я ничего покупать не буду. Нет, Владимир. За бесплатно папка мамку не целует. Папка мамку не целует за бесплатно. Владимир, если бы ты тут сидел и меньше трепал языком, ты бы сегодня сделал больше. У меня нету лопатки с моторчиком, как у евреев в Одессе. Я не могу лопатку с моторчиком. У меня простая лопата и две руки. А у Светки есть только идеи в голове. Она любит командовать. Очень босси. Йоу. И для нее песня самая главная. Бобосы боссам. Это бабосы боссам. Светке все бабосы. Она знает, куда их растрынкать. На цветочки, на земельку, на огородик. Все. Ботиночки Светка принесла. Чистые, с протектором, да. Даже с ней земля не сыпется. Она даже по земле не ходила. Только делала вид, что она хочет работать. Привет всем. Видок у меня не презентабельный, потому что сейчас иду копать на огороде. Вот. Это муж поснимал вчера кусок. Этого грунта. И он говорит, что нужно... Я надела его старые кроссовки. Он говорит, что вот так вот нужно все это копать. И снимать вместе с сорняками. Здесь такая вот небольшая грядка. Здесь вот чеснок пробивается, который я садила еще в прошлом году. Там посеяла семена всякие, какие у меня были, не знаю, или взойдет. Но тут уже пасутся птички, которые все эти семена сжирают. У нас всего лишь небольшой такой участок земли. Там коробка с черноземом. Там я тоже высадила. Не знаю, что там зайдет. Да, но обработать его будет сложно. Я не знаю, как этим люди занимаются. Ну, я попробую. Вот у меня здесь все время какие-нибудь гости. Это птичка Кардинал. У нее такая красная грудка. И они очень классно поют. Гости. В результате пришел мой муж и отправил меня вот на этот базарчик. Это магазин Garden Center, где продают всякое такое, что нужно для сада, для огорода. Вот такая здесь красотища. Я первым делом сунулась в цветы. Хочу купить розы. Они по 15, по 20 долларов. Это не знаю, что. В общем, здесь можно купить все, все, все. Начиная с перчика и заканчивая землей, удобрениями, инструментами. Всем, что нужно для сада. Вот в результате я набрала долларов на 200. У меня получилось две корзины. Я даже не знаю, как это все называется. Вот моя вторая корзина. Глаза вообще разбегаются. Цены от 4 долларов до 26, наверное, до 30. Такое все красивое, что просто не знаешь, на чем остановиться. Это при том, что я еще не купила овощи на посадку. Я хочу просто показать эту красоту. Это вот второй павильон. Это просто с ума сойти. Глаза разбегаются. Чего здесь только нет. Это всякие там мешки с землей. Вот. Папоротник, розы. Здесь же всякие плодовые деревья. яблони. Фруктовые. Поливают, ухаживают. Ой, какая красота. Травы всякие. Это декорации для сада. Помидоры купили огурцы. Кукуют там какие-то кабачки. Не помню, что уже. Даже арбуз и дыню купила. Не знаю. Твоя охорота. Огородная душа, Светка, у меня. Сколько ты заплатил? Да хуя и больше. 355 долларов за одни цветы и рассады твои. И за землю 84, что ли. Короче, больше 400 долларов за все вместе. Полотпуска. Вот хочу показать у нас сад в машине. Ботанический сад. Там все-все забито. Там еще под ногами у меня. Там земля, овощи, цветы. И здесь багажник тоже забит. Ну что, мои приключения с огородом продолжаются. Хочу показать, какая ужасная здесь земля. Это глина. Почва совершенно непробиваемая. Ее даже невозможно прокопать. Вот эту землю, если это можно назвать землей, приходится выносить. носить, конечно, очень тяжело. Там лежит чернозем, которым мы засыпаем вот такие вот грядочки. Здесь я уже посадила помидоры. Здесь растут огурцы. Для эксперимента посадила еще цукини, дыню. Там мята. Огурчики нужно полить. Там даже есть маленький перчик. Вон там перчик. Вот какой. В прошлом году я посадила помидоры, которые выросли из семян. Посадила в совершенно необработанную почву. Буквально закопала в эту глину. И помидоры почему-то плодоносили все лето. И мы кушали вкусные салаты. Правда, они немного были суховаты. Не такие сущные, как хотелось бы. Вот. Вот такие вот мои мучения. но я не сдаюсь, потому что вообще это интересно, конечно. Вот на такой пустыне что-то вырастить. Мне нужно еще эти все цветочки порастыкивать. Я вчера посадила здесь цветочки. В Америке так принято, чтобы на балконах росли вот такие вот красивые всякие растения. В общем, я включаю музыку и работаю, таскаю камни. Вот так как-то появилась новая клумба. Все живает. Вообще вообще жизнь прекрасна. вот мой центральный дворик. Пока еще скучный и пустой. Вчера я посадила цветочки сюда, в эти вазоночки, как у нас называют горшочки. А вообще у американцев очень красивые эти дворы. Все в цветах. Это так все ухожено. ну а мне нужно будет этим заняться. Муж стал снимать верхний слой. Ну вот так вот начинаю таскать эту землю. Это где-то 30 килограмм. Я себя даже не показываю, потому что очень страшно. Вот как работает моя соседка Соня. Она что-то там смывает. так я не знаю какая-то уже серия себя не показываю, потому что очень страшная. Вот это у нас центральный вход. Здесь нужно что-то посадить. Вот так он выглядит. Пустырь. Но прикол в чем? Американцы здесь сеяли траву. И чтобы не проходил сорник, они сеяли ее через вот эту вот сетку. Вот эта сетка. Мало того, что приходится выкорчевывать все эти корни, земля не подается. вот я сейчас покажу этот прикол. Это я здесь уже копала, а в принципе оно не копается. Одни кроссовки у меня уже не выдержали. Вот. Я работаю в рукавицах в основном. странно, что мой маникюр еще не слез. Ну вот приходится еще удалять траву. Легче ее просто вот так вот снимать. Вместе с этой сеткой. Вот эта сетка. Видимо для того, чтобы не проходил сорняк. Вот эту кучу придется потом куда-то девать. я надеюсь мне муж поможет это вынести. Ну вот что в результате у меня получается. Там есть несколько клумбочек, цветочки, помидоры, огурчики. Там я посадила дальше семена. Вот это цветочки. Здесь еще может получиться еще одна клумбочка. Земля конечно жесть. Здесь я посадила бурячок и здесь земля жесть. Лучше не смотреть нервным. Там у меня есть еще два горшка, которые нужно как-то приспособить. Может быть там будут цветы. Сегодня какая-то сволочь сюда залезла и украла у меня маленькую лопаточку и повалила вот вот эти ограждения около помидоров. Ну и что сейчас мне нужно перенести вот эти декоративные камни туда через этаж чтобы устроить там небольшую клумбу. Ну что ж поехали. у нас потоп льет уже неделю. Кломбы не доделали, посыпали землей, засеяли травку, все поразмывало, все плывет, дождь достал. Вот хочу показать мне в этом году просто везет. Я шла сюда на задний дворик посмотреть как там мой огород и вот сидит птенчик. Это просто напасть какая-то в этом году. Я уже одного подбирала, садила на ветку в Вашингтоне и надеюсь что его мама, его родная мама нашла и как-то выкормила, а что мне с этим делать я вообще не представляю. Сейчас попробую открыть балков. Вот оно совсем маленькое летать умеет. О, нет! Это классно! Оно летать умеет. так, сейчас вечер я хочу показать какой гость у меня здесь появился. Вырыл вот такую вот нору, чтобы удобнее было перебираться из леса в мой маленький огородец. Мы подозреваем, что он там живет где-то под полом. вот я вчера это засыпала. Сверху положила вот такую вот плиту и он все это продолбал своей башкой и вырыл вот такую вот ямку. Я даже не знаю кто это, что это за существо. И вот прошел месяц. Сейчас я хочу показать результат своих трудов. Я сразу показываю вот эти плиты я сама прокладывала. Они довольно такие тяжелые. Я уже знала сколько нужно поднять, сколько я могу поднять. Ну и начинаем. Вот это укропчик. Вчера это была такая шикарная пушистая веточка. Я пожалела срезать. Вот это петрушечка тоже очень красиво росла. И вот этот монстр толстый сегодня все это сожрал. так это пробивается бурячок. почему-то бурячок не трогает. А это арбузик. Нифига с того арбузика не будет, потому что монстр сожрет. Здесь были цветочки. Вот видите там корешки. Там тоже что-то было. Были цветочки, должны были быть плоды. Поэтому на арбуз я не рассчитываю. смотрю там вот один корень выкорчевал этот монстр и не сожрал. Я вот сейчас смотрю вот там он живет. Это толстый сурок. Он вчера туда забежал и шерудил. А я за ним наблюдала. Так вот это розочки. Они то цветают, то заново цветут. А здесь вот я выкорчевала видно там кустики малина и ежевика. прижились. Я буквально из леса их принесла. Ну и вот мои помидоры. Как оказалось их нужно подрезать. Вон там китайцы работают. Что-то строят. Вот это вот мои помидоры. Оказалось что листики нужно подрезать нижние сухие. Потому что они забирают соки. Вот эту клумбочку тоже я сама сделала. но это у меня свекла так весело растет. Короче буду продавать видео. Нафига мне столько свеклы. Так ну и это я хочу показать. Это моя гордость конечно. Вот эти бархатцы я купила потому что как бы в украине они тоже растут. Это были вот такие вот сморчки вот показываю с палец. Вот такие вот крошечные они загибались в своих этих формочках. И вот какие обалденные кусты. Я их видимо буду рассаживать. я уже пять штук этих кустов рассадила туда на фронт ярд. Я сейчас покажу. Вот так вот они разрослись. Просто как на дрожжах. Какая прелесть. Так ну что по поводу помидоров. Фигня полная потому что я купила сорт большие наливные помидоры но они не успевают дозревать. вот вот белки приходят таскают в моем присутствии особенно те что нижние вот даже такие малюсенькие таскают и туда в лес и там их сжирают и не знаю что они с ними делают может футбол играет но дело в том что они могут даже их просто понаткусывать вот и бросить кто таскает помидоры расскажи мне ты пришла за хлебушком а я тебе ни хрена не дам потому что ты сперла мои помидоры поэтому на помидоры я конечно не рассчитываю в прошлом году у нас были сливки все были покрыты помидорами кусты я не успевала их с ним снимать и как-то вот белки были скромнее они несколько штук там попробовали и что-то оставили мне ладно хрен с ними с этими белками за всем этим нужен уход блин я эти листочки подрезала в общем куча времени посмотрите какая прелесть кстати вот здесь вот тоже потоптался этот толстый потому что все эти огурцы были подтянуты туда до конца палки я их подвязывала добросовестно но толстый здесь где-то уселся и в общем-то все эти мои огурчики мягко говоря упали ну и по поводу винограда это отдельная история вот виноград в каком он состоянии сейчас покажу какую-то веточку виноград садился до меня он весь больной я почитала в интернет что нужно его либо выкорчевывать либо лечить как-то для этого нужны специалисты я читала что может быть медный купорос нужен и нужно опрыскивать в общем кто что знает пишите мне в комментариях так продолжаем это у меня уже второй этаж я показываю какие у меня здесь сады повырастали это было такое все малюсенькое несчастное вот еще интересный продукт природы даже не знаю что это здесь когда покупаешь растения я еще не прочитала всегда есть вот такая вот бумажечка как выращивать покажу здесь там нужно очистить и там есть инструкция или это однолетка или это многолетние растения ну и вот здесь у нас цветочки растут а это вообще анекдот вырос какой-то лопух я даже не знаю что это но он довольно-таки симпатичный вот сам по себе вырос из-под дома я даже не знаю или его срезать мне вообще жалко его срезать так вот бархатцы которые я пересадила вот эти вот все плиты я сама таскала и выкладывала это конечно была адская работа поливалка мне муж купил шнурок такой так ну и здесь вообще анекдотическая ситуация потому что я сначала выложила вот эту вот клумбу там будет видео где муж все это срезает этот верхний грунт мало того здесь было гнездо ос которые его покусали и чуть не не довели до смерти я теперь ему вспоминаю что ему жизнь спасла вот ну и вот эта клумба я ее вообще-то чистила давно уже не прореживала видеть как растет сорняк там были лилии тигровые и вот розы тоже здесь постоянно цветут вот такая вот клумба здесь был пустырь фактически вот это вот все я сама оттаскала вообще соседи офигевали потому что здесь как бы не принято чтобы женщина слишком уж так работала это все я может быть завтра почищу но я хочу сказать о другом вот вот этот вот чубчик как я называю это траву сеял мой муж причем посеял очень странно здесь посеял там не посеял вот а здесь лысина которая мне напоминает мужскую лысину и теперь у нас есть повод для шуток я говорю подстриги свой чубчик потому что его в принципе уже нужно косить а муж говорит чем собственно я недовольна потому что здесь вот растет зелененькое не беда что это бурьян големый но растет зелененькое в общем это нужно косить и приводить уже все в порядок вот такое вот у меня получилось да конечно нужно будет там все это почистить но все зелененькое как говорит мой муж ну вот еще не все ведра повыносила это уже ведра с травой с обрезанными листьями а приходилось носить эти ведра с камнями вот здесь я еще подрезала вот какая куча виноград и огурцы и вот такой урожай результат моих трудов вот откручиваем краник берем шланг и начинаем поливать поливка должна быть аккуратная и очень тщательно потому что почва очень сухая у нас засуха у нас климат субтропический иногда идут дожди целый месяц а иногда вот как сейчас сплошная засуха ну и что какие можно выводы сделать со всего этого конечно в таких условиях в которых я живу огород сад можно сажать только для своего удовольствия ни на какой урожай рассчитывать не приходится благо что вся продукция фрукты овощи в Америке очень дешево стоит поэтому всегда можно себе позволить купить или укропчик или клубничку или тот же помидорчик в любом случае это выглядит эстетично это уже не одуванчики это уже не дикая какая-то почва и да это приносит удовольствие потому что я выхожу сюда на меня смотрят розочки ромашки я все-таки могу сорвать какой-то огурчик я могу поделиться с этим толстым сурком своим укропчиком в любом случае это новый опыт и это мне было интересно всем желаю положительных эмоций подписывайтесь на мой канал нажимайте на колокольчик тогда вам будет приходить извещение о моих новых видео всем пока пока